МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания Город. Программа вызов принят. Здравствуйте. В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Лавочка закрыта. В кораблино обнаружили гараж с расфасованным и еще не разлитым спиртным. Сходил на рыбалку. Рязанец обнаружил ящик с боеприпасами времен Второй мировой. Для него просили казни, затем сменили приговор на пожизненное, а спустя 25 лет он может рассчитывать на свободу. Виновен или нет сериальный маньяк по кличке Лептер. Свои плоды принесла гражданская активность жителей. Очевидцам показалось странным оживление в одном из гаражей. О своих подозрениях они сообщили в полицию. Сотрудники отреагировали на обращение граждан города Кораблино Рязанской области, в результате чего была проведена операция, оперативное русское мероприятие в гаражном кооперативе по адресу город Кораблино, улица Березовая. В ходе проведенной операции сотрудниками ОБПК было обнаружено и изъято более 700 бутылок фальсицированной алкогольной продукции различного наименования, маркированной поддельными и федеральными специальными марками. Противозаконный бизнес организовали двое местных жителей среди изъятого и водка, и спиртной, так называемых элитных марок. По предварительным данным, товар реализовывали через розничные районные сети и своим. Дело, видимо, спорилось. В гараже оперативники обнаружили канистры со спиртосодержащей жидкостью и самодельное устройство для розлива. Кроме уголовного дела за сбыт подделок, дельцам может грозить и еще одна статья за реализацию товара, не отвечающего требованиям безопасности. И это предстоит выяснить экспертам-криминалистам. Довольно нелепая, но вместе с тем трагичная ситуация произошла минувшей зимой в московском районе Рязани. Хозяин квартиры, радушно принявший пару сожителей, был убит за то, что, простите, не там сходил в туалет. Разумеется, конфликт произошел после очередной попойки. Квартирант проснулся и увидел, что у его ног восседает приятель. Задержанный сбил мужчину, оттащил в ванную и вместе с подругой сбежал в соседний Захаровский район. Погибшего обнаружили его знакомые и сосед. Женщина вернулась забрать зарядное устройство для телефона. Они зашли в 6 утра, то есть в январе месяце, это довольно-таки еще темно, свет практически в квартире, в связи с тем, что гражданин, употребляет как уголь, не работает. Они включили в комнате свет. Никого не нашли. И сосед, который с ней пошел, решил зайти в ванную комнату. В мае виновник получил приговор. 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Примечательно, что погибший превратился в алкоголика буквально за несколько месяцев до трагедии. Так он переживал расставание с супругой. Об актуальном. Разгар лета – самое время для отпусков. Одни идут в турфирмы накануне, выбирают так называемые горящие путевки, другие все планируют заранее, заказывают билеты и бронируют отели. Роднит и тех, и других одно никто не хочет терять свои деньги в случае форс-мажора. Как только дело касается расторжения договора и возврата денег клиенту, который передумал или не смог полететь отдыхать, русский язык становится буквально инопланетным. Туристы пугают длинными московскими телефонами головных агентств и непонятными счетами. А, собственно, за что, если мы еще не воспользовались ни транспортом, ни номером, ни шведским столом? В конце концов, если тур стоит того, на него всегда найдутся желающие. Обычно не отдают и мотивируют тем, что понесли расходы в размере 100%, но потом, когда обращаются в суд данные граждане, выясняется, что эти расходы были просто придуманы турорганизацией, и на самом деле там расходов раза в два, раза в три меньше получается по результатам. Тут все зависит от уверенного тона, насколько турист на него поведется. Поэтому и контрудар должен быть соответствующим. Смело звоните по всем телефонам, спокойно объясняйте ситуацию, и время от времени напоминайте, что знаете закон и не позволите себя обмануть. Писанные претензии вы должны направить как к турагенту, так и к туроператору в течение 20 дней с момента окончания отдыха. Вообще у нас по закону об основах туристской деятельности ответственность за некачественное оказание услуг в сфере туризма несет туроператор. То есть обычно данное лицо сидит в Москве, и за все действия турагента, посредника, который находится в Рязани, несет ответственность туроператор. То есть денежные средства взыскаются с него. Хорошего отдыха и положите в чемодан вместе с путеводителем свод законов. На всякий случай. С необычным уловом на днях вернулся 33-летний Рязанец. Мужчина по привычке закинул удочку и увидел в воде предмет, похожий на боеприпас. На место пришлось вызвать сотрудников полиции. И не зря вскоре к реке Верда, это в 800 метрах от села Городецкое, приехали и специалисты взрывотехники. Как оказалось, в реке был похоронен целый ящик боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Извлечь опасную находку из-под воды полицейским помогли сотрудники Центра спасательных операций особого риска «Лидер». В общей сложности с глубины 4 метра водолазы подняли 144 единицы боеприпасов. По словам специалистов, находка представляет собой боеголовки, части снарядов без взрывателей, калибра 40 мм, 1942-1943 года выпуска. Оружие пролежало в воде почти 70 лет и имело сильные следы коррозии. Четверть века назад в Магнитогорске к высшей мере наказания был приговорен серийный маньяк по прозвищу «Лифтер» Дмитрий Гридин. С тех пор в городе выросло целое поколение, которое о нем и не слышало. Чего не скажешь об их родителях. Они на всю жизнь запомнили, как после школьных уроков до жути боялись войти в свой родной подъезд. А вдруг там маньяк? Как всем классом провожали домой одноклассниц, проживающих в многоэтажках с лифтом. Магнитогорцы требовали для маньяка публичной казни. Итог суда их устроил, но в 92-м году президент России Борис Ельцин заменит казнь на пожизненное заключение. И вот в наши дни новый удар. Согласно закону, любой осужденный, отсидев 25 лет, имеет право подать документы на условно-досрочное освобождение. Что и собирается сделать Гридин уже в следующем, 2014-м году. На местных форумах разгорелись споры, виновен или нет. Но больше всего людей напугало то, что Душегуб может вернуться в родной город, где убивал детей. Недавно Гридин дал первое и единственное интервью нашим коллегам-НТВшникам. Спокойно и рассудительно, он до сих пор продолжает уверять, что ни в чем не виноват. Его адвокат считал, что Гридина засудили общественным мнением. У него было действительно много аргументов. Он высчитывал время, сколько минут Дмитрий шел из пункта А в пункт Б. По подсчетам защитника, период времени маловат для определенных последовательных действий. Но тогда откуда Гридин знал подробности, которые рассказывал на следственных экспериментах? К примеру, в одном из подъездов он заявил, что не смог полностью раздеть убитую девушку, потому что его спугнула рыжая кошка, которая действительно там была. Или другой пример. В детском саду, где Гридин подрабатывал сторожем, следователи обнаружили санки, от которых убийца оторвал веревку и впоследствии задушил ей очередную жертву. В ходе предварительного следствия Гридин не жаловался на память. Даже описал резинку на сарафане одной из потерпевших. Провалы в памяти стали наблюдаться после свиданий с адвокатом. Он начал лгать, изворачиваться и затягивать дело. Но это не спасло. На судебный процесс пришла многотысячная толпа, не поместившаяся во Дворце культуры. Приговор пришлось оглашать по репродуктору на улице, а к маньяку приставить усиленную охрану. Так велико было желание людей устроить ему самосуд. Боялись даже за родственников. Весь город в лице десяти общественных обвинителей требовал для него исключительные меры наказания – смерти. Первая девушка была обнаружена на личной площадке девятого этажа выше ступенек, та площадка, которая идет уже на чердак. И она была задушена и полностью раздета. Это случилось в 1989 году. Рядом с погибшей десятиклассницей спокойно сидел маленький пушистый котенок. Девочка взяла его у подруги и несла в сумки домой. С июня по октябрь 1989-го Дмитрий Гридин, студент Горнометаллургического института, активист, сын начальника одного из цехов легендарного Магнитогорского металлургического комбината, подкарауливал своих жертв у подъездов, входил вместе с ними в лифт, душил, раздевал и затаскивал на чердак. Народ дал ему прозвище «лифтер». На счету убийцы семь нападений на девочек в возрасте от 13 до 17 лет. Трех он убил, остальным удалось вырваться из лап маньяка. В силу молодости не все девочки понимали, чего от них хочет взрослый мужчина. Одна жертва чудом выжила после многочисленных ножевых ранений. Когда она очнулась, попыталась уползти, потом встать, убежать, он нанес ей несколько ударов ножом, после чего бросил на крышу этого дома. Но девушке повезло, соседка вышла белье вешать на крышу и обнаружила лежащую, стекающую кровью девчонку, тут же вызвала скорую помощь, милицию, девушку удалось спасти. Но она ничего не помнила, она только помнила, что был какой-то парень и руки, которые ее душили. На допросе своей дикие поступки садист объяснял ссорами с женой, которая не баловала женским вниманием. Гридин до последнего твердил, он просто хотел их поцеловать. Настолько красивыми и нежными казались девушки. Но те неправильно его понимали, и все заканчивалось одинаково. Кстати, ни одна жертва не была изнасилована. Впервые в городе был создан штаб под руководством обкома партии, но нападения продолжались. Фактически жители каждого дома создали свои ячейки и в каждом доме дежурили. Менялись там жильцы домов, но все смотрели, значит, там за подъездами, за тем, кто входил. Люди провожали женщин, девушек, буквально до квартир. Уже информация дошла до руководства страны. Обычно маньяк резко врывался в лифт следом за жертвой, но в этот раз все было по-другому. Он увидел девушку и вошел в подъезд первым. Девушка вспомнила о предостережениях и слухах, которые ползли по городу, и решила на пару минут задержаться у дверей. Но когда вошла в подъезд, поняла, что мужчина ожидает именно ее. Жертва зашла в лифт, за ней последовал молодой человек. И как только двери захлопнулись, началась неравная борьба. Она стала ногами отталкиваться, потом скачила и нанесла этому мужчине удар сумкой. Тот несколько опешил, в этот момент двери лифта открылись. И девчонка выскочила на лестничную площадку, стала метаться от двери к двери, стал звонить во все звонки. Как назло, был обеденный перерыв, и никого из жильцов не оказалось дома. Но вдруг одна из дверей приоткрылась, и из-за нее с любопытством выглянула старушка. Девушка и сама не помнила, как рывком откинула пенсионерку, забежала в комнату и захлопнула замок. С ее слов был состав фоторобот. Фоторобот стали печатать буквально все газеты, причем огромным тиражом. Но самое главное, впервые на месте преступления были оставлены важные улики. В момент борьбы маньяк потерял шапку и очки. Все милицейские и автопатрули получили задачу немедленно проверить пассажирские автобусы, трамваи, троллейбусы, перелопатить весь общественный транспорт и искать молодого человека без шапки. В 30-ти градусный мороз это было не так сложно. И вот один из автопатрулей остановил трамвай, и когда они стали проверять трамвай, то увидели в общем-то настороженного молодого человека по описаниям похожего как раз на этот фоторобот, и на нем не было шапки, хотя все, кто ехал в автобусе мужчины, все были в шапках. Позже Гридин расскажет нелепую историю. Бутон сильно замерз, зашел в подъезд, чтобы согреться, нечаянно задел плечом девушку, а она подняла панику, приняв его за маньяка. Потому и убежал. На тот момент у Гридина была жена и 6-месячная дочка. Первое время супруга поддерживала с ним отношения, но потом повторно вышла замуж. Его же отправили на остров Огненный в колонию для пожизненников. В 2000 году Гридин обращался в Комитет по правам человека ООН, который признал, что в его деле допущено нарушение пакта. Нарушены право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство и право считаться невиновным, пока виновность не будет доказана согласно закону. Решение об условном освобождении будет принимать суд. У осужденного не должно быть ни одного замечания за последние три года, а главное, он должен раскаяться в своих преступлениях, а значит, признать их, чего до сих пор еще не произошло. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Творческий коллектив программы «Вызов принят» прощается с вами на время летнего отпуска. На следующей неделе в эфир выйдет уникальный документальный проект «Дело Вагнера», который мы готовили при содействии управления ФСБ, а также Рязанского художественного училища и Спасского краеведческого музея. Не забывайте об осторожности и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин